Итак, сегодня инструкция для ответственного гражданина, который двигается по велополосе. Ну привет! В прошлом выпуске, ссылочка будет в описании, мы обещали разобрать ситуацию, как правильно подать жалобу на автолюбителя, который имел неосторожность оставить свое транспортное средство на велополосе. Так вот, мы сейчас начнем. Повторим в двух словах. Велополоса – это полоса проезжей части. Вот она. Из ПДД раздела 12 мы знаем, что на велополосе запрещена и остановка, и стоянка. И вот едете вы на велосипеде по велополосе, и вдруг перед вами возникает автомобиль. В принципе, можно, убедившись в безопасности маневра, объехать ее и ехать дальше по своим делам. Но мы здесь не для этого. Мы тут, чтобы наказать водителя за данное нарушение ПДД. Мы тут, чтобы карать. Благо, мы видим здесь стопроцентное нарушение. Машина припаркована на велополосе. Действуй дальше по инструкции. А если он сломался? Вон, сигналку включил уже. Если он сломался, то и стоять он должен там, где сломался. То есть на проезжей части. Еще не забудь треугольник установить за 5 метров до машины. Ну а если ему прямо очень надо? Ну сигналка же горит. Включенная без причины сигналка тоже нарушение. Особенно на велополосе. Вы, как велосипедист, совершенно не обязаны знать все нюансы ПДД. Однако те, что распространяются на вашу территорию на проезжей части, знать не вредно. Перейдем к наказанию нарушителя. Первое. Фотографируем машину так, чтобы было видно, что она стоит на велополосе, а также чтобы был виден госномер. Второе. Фиксируем доступными способами дату и время, а также максимально точно указываем место, дом, улицу, а также возможные ориентиры. Не стоит ввязываться в полемику с водителем, если он находится в машине или рядом. В лучшем случае он прислушается и уедет, а вот в худшем случае может завязаться драка. Но чаще всего он, скорее всего, вас проигнорирует и будет пререкаться из машины. Так что просто не тратьте свое время. Итак, мы вернулись домой и первое, что стоит сделать, это подготовить фотографию. На ней обязательно должны быть дата и время съемки. Их можно добавить на фотографию любым графическим редактором. Они должны быть четко читаемы и без всяких украшательств. Заходим на сайт ГИБДД, находим в самом низу кнопку приема обращений, заполняем все необходимые графы для обратной связи, а в графе текст обращения пишем следующее. Добрый день. Такого-то числа, приблизительно в такое-то время, я стал свидетелем, как автомобиль марки, такой-то марки, с госномером был припаркован на тротуаре, либо велополосе по адресу, улице, проспект и так далее. Вблизи дома номер такого-то. Чем создал помехи для движения пешеходов, либо велосипедистов? Чем нарушил пункт ПДД 12.4? Это является административным правонарушением, предусмотренным статьей 12.19 КОАП РФ. Прошу привлечь понарушителя к административной ответственности и сообщить мне о результатах рассмотрения дела. Все. Шаблон обращения мы разместим по ссылочке в описании. Собственно, на этом ваше участие завершено. Далее вам на почту будут приходить результаты. Уведомления о приеме вашего обращения, уведомления о том, что ваше обращение рассмотрено, уведомления о начале расследования по факту вашего обращения и уведомления о начале административного дела. Это не процедура двух-трех дней, даже не надейтесь. Наши органы работают не спеша, с чувством, с толком, с расстановкой. И отвечают они, как правило, в последний день отведенного им срока. То есть, если вы отправили 1 марта, ожидайте ответ 30-го. Собственно, на этом инструкция по простому и действенному, как мы надеемся, наказанию недобросовестных водителей завершена. Как вы могли отметить, ничего сложного. Поэтому, как и обычно, лайк, подписка, бубенцы. Всем до свидания. Что здесь вы делаете? Так, куда ветер? Как и так. И вдруг перед вами возникает автомобиль. Вот она, вот она, вот она. Мне лучше, слушай, я... Лучше нормально, короче. Я усреднюсь на это херень. И так. Дом номер... Ещё раз.